Привет, все мои котятки! С вами, как всегда, ваша Дымчатая Звезда. Прошу простить меня за столь долгое отсутствие. Причину я объясняла в прошлом видео, и за это время актив очень сильно упал. Меня это расстраивает. Так что, прошу постараться побольше лайкать и смотреть, чтобы хоть немного меня порадовать. Ну, и, конечно, иметь в виду, что о вас я не забыла, так как воду же нашла еле как свободное время и наклепала вам целое разговорное видео по котам воителям. Что ж, не буду тянуть. Надеюсь, вам оно понравится. Мне кажется, эту тему в КВ-фандоме еще никто не задевал. Возможно, я ошибаюсь. Но буду рада, если я все же первая создала подобное видео. Что ж, прошу вас подписаться, поставить лайк и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Начинаем. Кстати, если вы не заметили, я обновила свою модельку к видео. Как видите, я стараюсь, очень стараюсь. А интро еще не сделала. Но я его сделаю. Обещаю. Итак, как вы уже догадались по названию видео и обложке, сегодня мы поговорим о тайнах, скрытых на Вики ПКВ. И если это видео хоть чуть-чуть поднимет актив, тогда я сделаю вторую часть. Что ж, думаю, все уже в курсе, что с некоторого времени и вот уже два года администрации Википедии по фандому котов воителей обновляют модельки, перерисовывая их и делая их лучше и правдоподобнее. Согласитесь, новые дизайны выглядят очень качественно. Но мало кто замечает, что в дизайнах некоторых персонажей есть скрытые намеки на какое-либо событие и так далее. Сегодня мы рассмотрим дизайны персонажей в основном из третьего или четвертого цикла. Ну, некоторые из них встречались ранее или будут встречаться после этих циклов. Что ж, надеюсь, вам понравится моя задумка и я просто не схожу с ума. Начнем мы, пожалуй, с тех персонажей, которые мне нравятся. А именно, это персонажи из Троицы. Голубка, Львина, Свет и Воробей. И начнем, наверное, мы с Львина, Света. Обратим внимание на его дизайн. Он выглядит очень качественно и правдоподобно. Точно так же, как описан в книгах. Вроде бы ничего интересного. Однако, если мы приглядимся, то увидим, что узор на его лбу похож на форму звезды. Конечно, меня немного смущает, почему же это именно звезда. В последних циклах Львина, Свет, показан нам глашатаем. Не предводителем. Но, возможно, владельцам Википедии что-то известно от хандеров. И это уже намек на то, что в будущем Львина, Свет, станет предводителем после Бельчей Звезды. Однако, есть еще одна догадка. В оригинальном английском Львина, Свет, звучит как Lion Blase. То есть, Львина, Свет или Львина, Блеск. Возможно, звезду посчитали как раз за блеск или свет, поэтому нарисовали ему. Теперь, пожалуй, перейдем к Воробью. Если внимательно присмотреться на его грудку, то можно увидеть пятнышко в форме глазика. Это все объясняет. Воробей хоть и слепой, однако видит. Видит, но не глазами. Он может видеть в видениях, во сне. Также у него очень хорошо обострены другие чувства. Обоняние, осязание и слух. Видимо, поэтому ему и подрисовали третий глаз, который обозначает, что Воробей вовсе не слепой. А в его слепости есть его могущество. У него множество других способностей, певно того, чтобы видеть. Он видит то, чего не видят обычные коты. Также, если приглядеться на спину Воробью, можно заметить пятнышки в форме звезд или каких-то отблесков. Теперь можем сравнить львно света и Воробья. У обоих у них есть какие-то звезды. Возможно, это как раз обозначает то, что они были посланы звездами или типа того. Ну, и в пророчестве о троице тоже говорится, что в их лапах будет сила звезд. Возможно, в их дизайны добавили как раз эти декорации для того, чтобы показать их звездность или особенность. Вот так вот. Однако о Голубке этого сказать нельзя. У нее в дизайне нет никаких особенных звездочек или типа того. Или каких-нибудь особенных отметин, которые бы означали, что она хорошо слышит. Разве что можно заметить полоску на ее спине, которая, возможно, чуть-чуть напоминает крыло. Поэтому тут может немного объясняться, почему ее зовут Голубка. Однако, больше ничего особенного я в ней не вижу. Наверное, ее модельку красил какой-то другой человек, который не знал о заговоре других админов Вики, которые собирались делать дизайн персонажей какими-то особенными. Вот. У меня только такая догадка. Ну, еще мы знаем, что искра не была никакой особенной. Да, она тренировалась в сумеречном лесу, но это было все лишь из-за обиды на то, что Голубка была чуть лучше нее. Однако, если присмотреться к ее дизайну, вот как раз у искры есть узоры в форме звездочек. Возможно, это потому, что ее зовут искра, и на ней нарисовали какие-то искорки. Однако, как мне кажется, было бы логично делать подобные дизайну Голубки. Ну, или это какой-то супер-пупер-крутой намек на то, что на самом деле окажется, что искра была особенной. Я не знаю. Но как-то странно, что ей нарисовали такой дизайн. Но мне, в принципе, он нравится. Искре идет. Ну, а потом я взглянула на астралисту и ничего особенного в ней не заметила. Хоть изначально и было предположение, что она одна из трех, но в конце концов это оказалось неправдой. Короче, в ней мы ничего особенного не видим. Вот так. Теперь, пожалуй, перейдем к более традиционным персонажам. Ну, посмотреть на Огнезвезд, да, его дизайн мне совсем не нравится. Он какой-то ядерный чересчур. Ну, в нем ничего особенного нет. Ну, подумаешь, его шерсть раскрашена под огненный цвет, потому что он Огнезвезд. Но никаких особенных символов на нем не видно. То же самое с Песчаной Бурей и многими другими персонажами. Но, однако, я нашла кое-что интересненькое в одном из персонажей. И это Ежевика. Изначально, смотря на него, я тоже совсем ничего не заметила. Однако, если приглядеться, можно кое-что заметить. Кое-что интересненькое. Если внимательно посмотреть на его полоски, то можно увидеть, что они очень похожи на ежевичные стебли. Вот. Как будто проходит стебель, и тут же маленькие полосочки, как будто это шипы. Поэтому, в принципе, логично, почему его зовут Ежевика. Мне понравилось, как умело заштриховали данную особенность. Так как изначально я даже не заметила. Что ж. Теперь, пожалуй, наверное, посмотреть бы на белку с листвичкой. Однако, ничего интересного в них нет. Белка как белка. Она очень похожа на белку. Тут нет никаких тайных посланий. На листвичке я тоже ничего интересного не заметила. Правда, можно заметить некоторые пятнышки, которые похожи на капельки. Или на листики. Если посмотреть с английского языка, в оригинале листвичка звучит как левпул. То есть, лиственная лужа или вроде того. Так что, капельки или листики, возможно, как раз обозначали капли от лужи или листочки. И, конечно, для приличия посмотрим на уголька. Как же мы без него? Мне очень нравится, как сделан его дизайн. Эти темные круги так хорошо описывают какую-то агрессию, которая могла бы быть в нем. В общем, дизайн уголька мне очень нравится. Ну, также, если опять же присмотреться на его грудку, можно заметить пятнышко, похожее на разбитое сердце. Это полностью описывает его судьбу или вроде того. Так что дизайн уголька, в принципе, очень продуманный. И в нем мы опять же увидели тайное скрытое послание. Еще я посмотрела на Коршуна. В нем нет почти ничего интересного, кроме вот этих вот треугольников над глазами. Они как бы придают ему вид какой-то птицы. Потому что в оригинале он никакой не Коршун, а ястреб. И поэтому он весьма похож на ястрепел вот с этими вот треугольничками. Правда, меня смущает, зачем ему сделали такой хвост. Потому что он как бы срисован с моделькой Звездолома. Но если у Звездолома описано в книгах, что у него был чуть-чуть искребленный хвост, то про Коршуна нам этого не говорится. И мне немножко не нравится такой хвост у него. И не очень нравится его шерстка. Ну, а во всех второстепенных персонажах почти ничего интересного нет. Ну, если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, то, пожалуйста, активим, ребята. Активим. Также вы можете в комментариях написать, если тоже замечали какие-то тайные знаки на других персонажей. Я добавлю этого персонажа в следующее видео. Ну, с вами была Паша Дымка. Ну, до скорых встреч, в общем. Надеюсь на вас, на ваш актив, на ваши лайки и подписки. Всем пока!